Акция! Акция! Подходите! Шаурмечный Эдуардо Пепперони! Подходите! У нас сегодня бесплатная акция! Покупаете платную шаурму! Вторая бесплатная шаурма всего лишь 50% скидка! Ну то есть, две шаурмы бесплатно по 350 рублей! Подходите! Акция! Такой акции вы никогда в жизни увидите! Потому что эту акцию я сам придумал! Опа! Первый посетитель! МИЯХУ! Здравствуйте, здравствуйте! Вы ко мне! Расскажу! Привет, привет! Про свою акцию расскажу! Смотри! Акция! Сразу запомни! У меня супер цена сегодня на бесплатные шаурмы! Первая бесплатная шаурма стоит 200 рублей! А если ты покупаешь первую бесплатную шаурму, то вторая бесплатная шаурма всего лишь с 50% скидкой! То есть 100 рублей! Всё бесплатно, всё за деньги! Лови момент, МИЯ! Лови момент! Не упускай момент! Момент за яйца нужно взять, чтобы его не опустить! Так, шаурму тебе дать, да? Ага! Так, шаурмечная! Вот так! Держи, МИЯ, шаурму, с тебя 200 рублей! Ах, кстати, что я ещё самое главное забыл! При покупке шаурмы бутылка обычной воды в подарок! Из-под крана я её набрал, только, пожалуйста, никому не рассказывайте! Бутылка воды в подарок, МИЯ! Тону твою воду дать! Зажрались со своими пепси-колами, со своими фантами, пипантами! Есть другое! Да есть у меня, МИЯ, и другое! Так, носки бы куда-то убрать, а то что они у меня в дмитрии валяются? Другое! Ну смотри, МИЯ, что я тебе могу приготовить? Я тебе могу приготовить фруктовый смузи из арбузика, из яблочка! Или же я могу тебе печенечное мороженое приготовить! Ну или же, что у меня там ещё есть? Яичный коктейль! Яичный коктейль! Твоё мороженое! Так, хорошо! А ты пока подумай, будешь ли ты вторую шаурму покупать? Вторая бесплатная шаурма всего лишь 100 рублей стоит! Не знаю, как это вообще работает, бесплатная шаурма 100 рублей стоит! Так, смотри, МИЯ! Блендер! У нас молочко, потом у нас печеньки и запускаем... Да что ж ты не будешь работать? Сколько там печенек нужно, МИЯ? Я не помню! Две печеньки! Да! Ооооо! Всё работает! Коктейль 150 рублей стоит! Слышишь? 150 рублей громко просто очень! Так, подожди, возьмём мы с тобой... Опа! Опа! Держи меня! 150 рублей коктейль! Точнее, не коктейль, а печенечное мороженое, да! Так, 100 рублей и 50! Всё, спасибо! МИЯ, ты будешь ещё вторую шаурму? Нет? Что это? Ещё 200 рублей? А, это 200 рублей за шаурму! Ага, ага! А бизнес-то процветает! Бизнес-то! Да процветает! Да только посмотрите! Только что я с вами заработал ещё 350 рублей! Ну, слушайте, шаурмящичная Эдуарда Пепперони растёт и процветает! Я вот тут даже акцию устроил среди белого дня! Банан! Здорово, Шкет! Здорово! Это ещё один мой подписчик, с которым мы ролики записываем! Привет-привет, банан! Сегодня у нас тут акция! Супер цена! Лови момент за яйца! Нужно прям его словить и не упускать! В общем, я сегодня раздаю бесплатные шаурмы! Если ты покупаешь первую бесплатную шаурму всего лишь за 200 рублей, то вторая бесплатная шаурма по 50% скидке! То есть 100 рублей получается! Вот! Если надо, как у тебя дела? Шаурмящичная развивается? Да, бф... 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 Ты ещё спрашиваешь, развивается ли у меня шаурмящичная? Да ты посмотри! Да я даже акцию среди белого дня устроил возле шаурмящичной! Да посетителей прям пруд пруди отбоя нет! Так, будешь шаурму, банан? Ты сюда пришёл со мной разговаривать? У меня нет временно разговоров! Я вообще-то рабочий человек! Работаю среди белого дня! Так, смотри, шаурмящичная, 200 рублей за шаурму и, так, водичку в подарок, водичку в подарок! Бесплатная водичка, северных гор, минеральные рудники, спот крана, хорошая вода! Не, вода фигня! Да вы чё, а вот это... Что первая воду не хочет пить, что вторая воду не хочет пить? Я понимаю, вы реально по этим своим копки коли, там, спрайты, да, миранды и вот это и всё! Есть что-то другое! Так, ну смотри, здесь у меня уже есть готовый печеничный... Печеничный, это, наверное, он подумает, что из печени! Мороженое из печенья! Я могу тебе приготовить ещё яичный коктейль! И я могу тебе приготовить смузи фруктовый, да, сделай яичный коктейль! Так, без проблем, банан, без проблем, у тебя ещё 150 рублей! Так, мне подожди, это нужно убрать, где у меня ещё блендеры есть, чтобы это не выливать лишний раз! Так, что у меня здесь есть? Я возьму молочко, мне нужно, или что там нужно для яичного коктейля? Да, там вроде 4 яйца нужно, 4 яйца, молочко, так, вот так, там ещё сахар нужно... ЁПЕРЭС, это я чё-то не то засунул, я... Я случайно носки засунул. Банан, ты случайно не диабетик? Тебе сахар можно? Можно тебе сахар? Да, но сегодня ты без сахара попьёшь, там у меня просто небольшое такое... Держи, 150 рублей, минус 2 носка. Я случайно туда засунул. Главное, банану не горите, чтобы банан не узнал то, что у него там коктейли были. Всё, всё, банан, спасибо, спасибо! Давай, давай, удачи! Мы закрываемся, мы закрываем... Ещё шаурму, ещё шаурму! Да хватит тебе! А, ну вторая же шаурма по скидке из тебя 100 рублей. Бесплатная вторая шаурма по 100 рублей. Ага, ага. И вот так. Ну, слушайте, мы только что сами заработали 600 рублей. 600. Пока, пока, банан, пока! Давай! Эту лабуду лучше сломать как можно скорее. И потом её лучше... Да я сразу же её лучше сожгу. А то там носки у меня случайно попали. Как их туда вообще засунул? Да ёперестете. И это новая серия моего ресторанового бизнеса. Шаурмещичная Эдуардо Пиперонька. Добро пожаловать в мой вкусный мир. В предыдущую серию мой ресторан пришла Вика Картер. И угадайте, чем я его накормил. Случайным образом получилось так, что я сделал ей бургер с собачьим кормом. Это было жёстко на самом деле. Я надеюсь, Вика Картер не видела мои ролики. Она меня не укокошит лишний раз. Она мне заплатила 1400 рублей. Как раз и поэтому выходит новая серия. Ну и, конечно же, потому что ты поставил лайк на предыдущую серию. И если мы наберём на это и 30 тысяч лайков, я обещаю, что сразу же выпущу следующую. А если ты не видел предыдущей серии этого сезона, обязательно посмотри. Я тебе рекомендую. В описании под этим роликом я оставлю ссылку на плейлист со всеми сериями. Посмотри, они тебе точно понравятся. И сегодня ко мне в гости пришла моя мама. Да, это моя мама. Знакомьтесь, кто смотрел серии жизни ютубер, кто знает то, что моя мама выглядит именно так. Она всегда приходит в фартухе. У неё короткая прическа. И мама пришла и решила проверить меня на прочность. То есть, насколько хорошо я умею готовить. И прикиньте, что она попросила. Она попросила чебурек с курицей. Вроде как я знаю, чебуреки не с курицей готовятся. Но мама это святое. Закон мамы это закон всей твоей жизни. Поэтому сейчас я буду начинать готовить чебурек с курицей. Надеюсь, что мама его оценит. Я, естественно, у неё бабки не буду просить. Потому что, ну, всё же это же мама. Мама пришла покушать. Значит, пускай кушает. Так, с чего бы начать? У меня нет куриц. Поэтому мне нужно отправиться в мой загон. И немножко нафоршмачить мясо. Потому что куриные ножки, куриные крылышки. А ты чё сбежала? Опа, здравствуйте. Курица раз. Курица два. Иди сюда. Сейчас ещё яйки пособираю. Опыт тоже нужен. Так, овечечка. Ты находись вот здесь. Я пока что баронину готовить не буду. Опа, сюда. Ну, сколько мне куриц на самом деле нужно? Ну, примерно штуки так пять. Опа. Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте. Так, и давайте ещё вот так. И вот эту, которая здесь бегает, тоже давайте. Опа, вот так. Восемь штук. Хватит. И яички. Новых куриц тоже нужно заспавнить. Оп, оп. Всё, никто никуда не выходит. Первым делом я сразу же засуну курицу в гриль. Чтобы она тут пережарилась. Как ты видишь. Оп, понемножечку, понемножечку процесс у нас есть. А я пока что отправлюсь сюда наверх. И забабахаю форму для совочебурека. А что ещё нужно? Возьму немножко помидорок. Огурчики я брать не буду. Листья салата тоже не буду. Ананас. Ну, это вообще какое-то извращение. Сыр тоже не буду. Вообще, как я знаю, в чебуреке же только мясо есть. Но учитывая, что это моя мама, я ей туда немножко добавлю помидора. Как подарочек такой. И лучок! Точно! Лук же ещё надо! Лук у меня растёт. Я, кстати, вне серии добавил здесь себе ещё одну грядку. Здесь у нас помидоры. Здесь у нас... Что у нас вот здесь? Я уже забыл. Здесь у нас просто обычная пшеница. Здесь у нас огурчики. Тоже можно собрать. А здесь у нас растёт лук крепчатый. Мы собираем его. И сейчас пойдём нарежем. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, ты знаешь, что мы сейчас будем делать. Лучок у нас есть. И сейчас мы с тобой заберём... Опа! Жареные куриные ножки. Оля! Ты только посмотри, какая она огромная! Естественно, то, что все ножки я не буду в чебурек запихивать. Да? Потому что мама моя точно тогда обожрётся. Мам! Здорово, ёпты! Ну чё, как там батя поживает? Как ты сама? Как там Люсиндрия в Португалии? Ты пока рассказывай мне какие-то истории, пока я тебе здесь буду чебупек делать. А какой мне вообще чебурек сделать? Мне кажется, что он должен быть примерно вот таким. Если больше, то он уже слишком каким-то огромным будет. Хотя это же мама, чё жалеть-то, да? Вот так даже можно сделать. Это я уберу. И вот сейчас самое важное. Лучок у нас есть. Главное, случайно носки не поставить куда-то, как это произошло с коктейлем банана. Лучок вот сюда. И лучок вот сюда. Много тоже не нужно, чтобы потом изо рта не воняло. Помидорки, естественно. Как я мог забыть помидорки? Помидорку вот сюда, помидорку вот сюда. И помидорку можно ещё запиндюлить вот сюда. Замечательно. И сейчас самое главное. Это куриные ножки. Здесь не должно быть ничего лишнего. Чебурек это вкусный, сочный, дальневосточный, питательный элемент. Чебуреке главное не добавлять много ингредиентов. Потому что ингредиенты начнут перебивать друг друга. И тогда чебурек точно получится невкусным. Я добавлю немножечко куриных жареных ножек. Вот сюда. Да, это всё же мама. Если бы это была не мама, я бы немножко пожалел. Но учитывая то, что мама должна прям оценить то, насколько я хороший повар. Надеюсь, что она всё же оценит это. Я добавлю как можно больше ножек. Добавлю, допустим, вот сюда ещё одну. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, слушай, ну это уже красотичь. Я могу добавить ещё немножко помидорок. Вот сюда куда-то, ну, засунуть. И вот сюда. Как мне Катюха говорит, будешь жрать лук, никто с тобой сосаться не будет. Ну, в смысле, целоваться. Вот. Ну, как бы воняет изо рта. Поэтому я маме всё же могу его поставить. Это же мама. Тем более мама любит лук. Тем более мама говорит, чтобы я его как можно чаще ел. Там антиглисты, антимикробы. Всех вот это убивает. Хорошо очищает организм от микробов. Убивает инфекцию. Поэтому я как раз и маме сейчас всю инфекцию и убью в организме. Ну, слушай, ну это просто потрясно. Хорошо, я добавлю сюда ещё немножко курички. Вот так, чтобы мама прям 100% оценила. А сейчас самое главное, прям самое. Это всё нужно запечатать. Вот так. Потому что как бы чебурек же должен быть закрытым. Да и тем более у меня же на столе, под столом точнее, есть печка. А печка у меня жарит всё, что находится на этом столе. Поэтому нужно вот сейчас его как-то закрыть везде, где только я смогу этого сделать. Так. И в принципе всё. Вот сюда я ещё запихну. А здесь у меня блока не хватает. Ну, мне кажется, мама не заметит, если я здесь закрою не лавашом, а булочкой. Всё, всё, всё. Оля! Как только это у меня получился какой-то не чебурек, а пирожок. Хотя нет, всё нормально. Сейчас он уляжется, потому что как бы печка его сплющит. Поэтому всё будет нормально. Сейчас он такой напыщенный, потому что ну всё же он ещё сырой. Я вот не знаю. Вроде заказ я выполнил. Но чё-то я как-то стремаюсь немножко просить у мамы денег. Это всё же моя мама. И она приходит ко мне в ресторан. Да вот первый раз она пришла. Я даже не знаю, когда она в следующий раз сюда придёт. Это всё же мама. И маму нужно кормить бесплатно. А ещё и любить, помимо этого всего. Мама же тебя всю жизнь кормила бесплатно. Ну, лично меня там примерно до 19-20 лет, пока я от неё не съехал. Ой, какие супчики у неё получались. Ой, какая киевская котлета. Ой, салатик мимоза. Это с лучком, с натертым яичным желточком. С натертым яичным белочком. Тунцом. Господи, помилуй. Я сейчас просто оргазм от еды получу. Всё, надо прятаться. Мам! Пятного аппетита! Ага. Я не знаю, правильно ли я поступил или неправильно. Но надеюсь, что да. Я, наверное, буду в небольшом таком минусе. Учитывая то, что я потратил очень много ингредиентов на то, чтобы приготовить чебупе к маме куриный. Но всё же это мама. Главное, не дать ей выпить яичный коктейль с носком. Как было у банана. А сейчас я буду продолжать. А, кстати, бабки же нужно выложить. А где мои ещё две пары носков? Только не говорите мне, пожалуйста, ради всего святого на этой планете и ради любви к маме, ради того, чтобы она меня ремнём не отшлёпала. Я случайно не выронил две пары носков в чебупе, которые у меня были в инвентаре? Если не выронил, тогда где они? Спасите и сохраните, пожалуйста, лишь бы со мной ничего не случилось. Этот нож, который сейчас у меня находится в руке, я пойду закопаю, чтобы мама его себе не одолжила после того, как обнаружит такой небольшой сюрпризик у неё в чебуреке. А ты мне дай знать в коментах, хочешь ты видеть новую серию у симулятора повара? Если да, я обещаю, что я выпущу её хоть прям завтра. Только самое главное, влепи лайк у кос, а я пойду покупать билеты куда-то там в Антарктиду, чтобы меня мама не нашла. А если она ещё и папе скажет? А папа мой вообще монстр. Если это мой последний ролик на канале, извините меня, пожалуйста, заранее. Подпишись всё же на канал, чтобы знать, выйдет завтра новый ролик или нет. А я... Такать! Чемоданы собираем и сваливаем куда-то в Киргизстан, на Дальний Восток. Удачи всем в жизни. Не кормите маму носками. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok